У меня много любимчиков. И Игорь это, скорее всего, самый первый, самый главный. Он не побоялся работать, он не побоялся бросить свои знания, свои четыре института. Игорь работает через эмоции, через тело и для ума объясняет. Знаете, мысли приходят в порядок и внутренние какие-то эмоциональные блоки, их практически нет. Это как сосуд. То есть ты сейчас опустошился полностью абсолютно, в тебе нет ничего такому, кроме яркого, светлого. Получается, ты начинаешь на все уже по-другому смотреть. После встречи с Игорем, да я начала себя любить. Верите вы или нет, вы вылечитесь. И это прям действительно работает даже для такого человека, который совершенно во всякие такие штуки особо не верит. И он выбрал быть волшебником. Быть волшебником, то есть помогать людям, менять их жизни, Игорь Ким решил шесть лет назад. С тех пор у него и его жены Галии появилась на свет вторая дочь. Игорь со своим тренингом «Эмоциональная свобода» по нескольку раз побывал почти во всех городах Казахстана. Его знают за пределами страны. А сам он, конечно, не считает свое нынешнее занятие наивным волшебством. За каждым его приемом стоит опыт специалистов в различных областях – ученых, психологов, личностных тренеров и духовных учителей. Совместить душу, тело и энергетику, да, вот дух, разум и тело, это получается, ну, вот по ощущениям, что во всяком случае я такого еще пока не видел, чтобы это где-то все было в одном месте. Обычно делают спину у мануальщика, душу лечат у психолога, дорогу открывают у экстрасенсы, там еще у кого-то, да. То есть в комплексе в одном месте ты мало где-то получишь. Мне было интересно это все вместе совместить. С помощью мануальных и энергетических техник Игорь воздействует на своих пациентов. В основе его практики лежит то, что тело, эмоции и душа взаимосвязаны и влияют друг на друга. Выплакивай, вот так, мой хороший. Вот, да, 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 еще. Выпускай, выплакивай. Вот так, масочки с ним, вот так. Выплакивай их или как-то этот, не держай. Вот она, вот она, вот она. Выпускай. Это маски социальные, выдыхай. Любой стресс, который ты пережил, он проектируется на твою жизнь сейчас. То есть там обида там на маму, она будет проектироваться на всех женщин, с которыми ты будешь сталкиваться. Обида на отца будет на всех мужчин. Основные триггеры, они связаны именно с работой, с какой-то профессиональной деятельностью, да, или так же с женщинами, с женой, с мамой, там, ну, с кем-то. Пошел вы, я тебе сказал. Все, да? Вышло? А? Да. Вставай. И всплывают эмоции. На самом деле больно там 18 секунд буквально, ну, это немного. Но блоки выходят в течение 30-40 минут, а кого-то 20 минут, в зависимости от того, как человек жил. Вот кого вот уже поработали, да, где-то недели три будет колбасить немного в эмоциях. Злость, ненависть, любовь, вот этот, вот прям будет, вот этот, мотылять из эмоций в эмоцию. Потом где-то через три недели оно устаканится. Но первые три-четыре дня будут прям, ну, вот так потряхивать, поэтому будьте готовы, да. И все же, что такое эмоциональная свобода? Фирменному тренингу Игоря Кима два года. Все это выросло из его мастер-классов, индивидуальных сеансов и, в первую очередь, из работы с людьми на фестивале ФОРЭ. Вообще решение делать мастер-классы мне было принято тогда, когда я понял, что мне нравится работать с людьми именно здесь, на ФОРЭ, да. То есть большой поток народу, ты получаешь опыт, разные судьбы, разные боли, разные предпочтения, разные цели, разные ситуации, разные семьи. Это было очень интересно. Но я не готов был ждать целый год, чтобы поработать с людьми. И мне нужно было как-то вот пробиться вот в это поле информационное. Тогда никакой речи не было о том, что эмоциональная свобода кому-то нужна вообще, и никто не знал. Удивительно, но его работа с группами людей началась с тренинга по ораторскому мастерству. В какой-то момент я вспомнил, что у меня была мечта проводить тренинги, ездить по Казахстану. Я решил, что я буду проводить тренинги по ораторскому мастерству. Прошел двухмесячные курсы в школе Красноречия. И я решил, что я уже сразу тренер. Я выставил себя на сайт какой-то, есть сайт тренеров Казахстана, оказывается. Так как у меня фамилия начинается на К, я был 356 какой-то. Я впереди поставил 0-1, написал Аким Игорь, я стал вторым. Плоды находчивости не заставили долго ждать. Игорю позвонили, причем сразу из известного банка. Так он провел свой первый тренинг, который был далек от нынешнего. И когда я спрашивал, кто чем занимается, мне к моему ужасу и удивлению оказалось, что это внутренний бизнес тренера банка. Тренинг был двухдневный, валялся я, как нынешно, после него три дня не мог встать. Но все закончилось тем процессом, который происходит сейчас там у нас на поляне. Вся группа орала и плакала в оконцовке. Конечно, от такого корпоративного формата, в общем, банк был очень сильно удивлен. И я понял, что, наверное, это не мой формат, нужно делать открытые тренинги и назвать их как-то по-другому. Кричать и плакать – это далеко не форма изощренного насилия. Это пути того, как из человека выходят укоренившиеся годами зажимы, блоки и, по словам некоторых, сущности. Но как объяснить, что людям нужно избавляться от мешающих в их жизнях блоков? Я назвал тренинг «Энергетическая чистка», и на чистку никто не приходил. Потому что, чтобы чиститься, надо замараться, да, и надо понять, что ты, ну, как-то загрязнен. А загрязненным себя считать никто не хочет. В какой-то момент мне попалась на руки книга «Техники эмоциональной свободы». И я убрал техники, потому что я не понял, что за слово «техники». Потому что книгу я так и не прочитал. Я оставил два слова «эмоциональная свобода». Я написал в фейсбуке «Эмоциональная свобода», и я почувствовал, как сорвал себе спину сразу. Я вот с компьютера слез и уснул сразу. Утром я проснулся, было 48 заявок, подали люди, что они придут на мастер-класс. Эмоциональная свобода особо заинтересовала жителей обеих казахстанских столиц. Причем особое внимание к ней проявили астанинцы. Первый тренинг прошел именно там. Игорь вспоминает, как это было. Я написал, что вот, дорогие астанчане, приезжаю в Астану, в таких-то числах будет тренинг. И я набрал кофе-брейк, как я сейчас помню. Я даже не знал, придут люди, не придут. Обычно все говорят, сколько людей там. А у меня ни организатора, вообще никого, город не знаю. По телефону снял какой-то офис, ни разу не видел. По фотографиям просто на телефон по WhatsApp перекинули. Я набрал в сумке кофе-брейк, человек на 20, наверное. И пришел, и сидит в аудитории один человек, и то девочка, которую я уже знал. Она говорит, я пришла тебя поддержать. И все. Понимая, что тренинга не будет, тренер и гостья стали пить чай и просто беседовать. К 12 часам подошло еще 5 человек. То есть пришло 6 человек на первый тренинг в Астане, и тренинг состоялся. И у меня было внутреннее решение, что я буду ездить один раз в месяц в Астану в течение года. Независимо от того, соберутся люди, не соберутся люди, я просто буду приходить и все. В течение года я ездил, ездил, и было там разное количество людей. От 3 человека было я проводил тренинг, 16 человек было я проводил. И через год вот этих вот моих приездов у меня появился сейчас в Астане уже организатор. И сейчас во многих городах у меня по организатору, и уже, конечно, организация тренинга намного легче. На фестивале Форре в 2016 году у палатки Игоря было традиционно много народа. На протяжении трех дней люди приходили и приходили к нему. Что дает тренинг эмоциональная свобода? Мы высвобождаем эмоциональные блоки из тела. Есть люди, которые ошибочно предполагают, что я какой-то целитель, я себя никак таким не отношу, потому что все какие-то исцеления. Если бы я это мог контролировать, нажал сюда, прошло то, туда руку положил, там то прошло. Это, наверное, можно было назвать целительством, но то, что происходит у меня, то, что делаю сейчас я, оно непонятно. Люди странным образом начинают выздоравливать, и я не понимаю, как это происходит, честно. Раньше у меня занимала работа с одним человеком 10 сеансов, но до 10 сеансов доходило из 10 человек трое. Мне, честно говоря, это не нравилось, потому что ты себя чувствуешь дураком, человек не понимает, тоже себя чувствует каким-то обманутым. И меня вот эта ситуация, честно говоря, очень сильно напрягала. И когда я нашел вот эти телесные зажимы, телесные зажимы на самом деле нашел не я. Это я громко говорю, конечно. Есть такой психолог, кто вот психологией увлекается, Райх. Есть телесные зажимы, у него очень четко это описано. Это челюстные зажимы, грудные зажимы и паховые зажимы. Вот здесь воля. За счет усилий воли она сдерживает сейчас эмоции и все. И вот когда ты здесь чуть слегка постукиваешь, воля выключается и эмоции выходят, которые сдерживались. Вдыхай. Выплакивай давай. Как-то я в ютубе наткнулся на ролик психолог-массажист в Питере Мичников. Это структурная психосоматика. И там массажист, в общем, делал массаж. И у людей стали выходить вот эти блоки. Люди стали плакать. В общем, и меня это, честно говоря, немножко поразило. Потому что он ни слова не говорил про энергии. А выходили прям блоки, такие серьезные блоки. Молодец. Обхочешься. Когда человек очень много нервничает и у него невроз такой, кожа, которая на черепе, она прилипает как будто к кости и она не ходит. И из-за того, что кожа стягивается, начинаются мигрени, головные боли. Нет, от таких экзекуций, конечно, человек... А он сильно больно не делает? Я серьезно, сильно больно не делает. Здесь, если у человека нет перенапряжения, да, не больно? И вот какими-то там успокоительными, там чего-то это вытаскивать, это достаточно долго. Вы можете даже заниматься медитациями, но это пройдет не один месяц, прежде чем ты от этого всего избавишься. Через тело проще. Через тело не все это, конечно, понимают и принимают, потому что процедура достаточно неприятная. Но когда ты отслаиваешь вот эту кожу от черепа, высвобождаются те блоки, за счет которых они создались. И всплывают эмоции. На самом деле больно там 18 секунд буквально, ну это немного. Но блоки выходят в течение 30-40 минут, а кого-то 20 минут, в зависимости от того, как человек жил. Выдыхай. Кайф, да? Кайф нереальный. Давай. Легалка. Вдох. О, шарош пошел. И вот тебя чуть там погрей прям. И выдох. И еще. Все, что там осталось, еще выдыхай, вот то, что страхи твои, больки какие-то. И наполняйся. Давай. Сейчас как? Ага. Ну здорово. Все. Все, пойдем. Спасибо большое. Пожалуйста. Можно завтра к вам прийти? Приходи. И происходит такое вот высвобождение эмоциональное. Ты начинаешь почему-то вдруг вспоминать какую-то ситуацию с родителями, или там то, что было в школе, или там с другом где-то было, или с подругой какие-то вот ссоры были, да, давние. Они начинают всплывать. И ты как бы высвобождаешься, и у тебя, у твоей нервной системы, эмоционального поля состояние, как будто этого с тобой ничего не было. Ну, ты, конечно, помнишь, что было там этот, но эмоционально в твоем теле не остаются никаких вот зажимов, никаких блоков. Однако, прежде чем помогать людям, Игорь сам прошел путь неудач, разочарований и поиска себя. Сейчас он не скрывает, что оказался на фестивале 4F в состоянии тяжелой депрессии. В нее Игоря завел его же собственный ум. Она была связана с тем, что вот сейчас у мужчин, особенно таких, которые вот с пытливым умом, что ли, они попадают в такую ловушку, это теория заговоров, там, ну, я в какую-то ерунду влез. В общем, с этими, с 11 сентября это началось, есть это видео, Дух времени, фильм. Я его посмотрел, и с этого у меня появилось понимание, что уже все как бы предрешено. За тебя, за долго уже все это решено. И поэтому хотелось от этого как-то вылезти. И я не видел выхода, как можно, в общем, вот этот мировой заговор, весь с ним что-то сделать. Мысли о несправедливости государственной системы, мировой политики и экономики, власти доллара и транснациональных корпораций загоняли Игоря во все более тяжелое состояние. Выход из них он стал искать в очередном образовании. Для того, чтобы понять, как управляют человечеством, я хотел выяснить и искал, в общем, источники. Для этого я поступил в третий университет уже на управление и думал, что там получу ответы. Однако вопросов появлялось все больше. Ответов на них до сих пор не было. И к внутренним конфликтам добавились финансовые проблемы. У меня у самого был затык очень сильный с деньгами, потому что мой подростковый период, в общем, попал на развал Советского Союза. И то жили хорошо-хорошо, и потом резко все схлопнулось, и денег не стало. И это вот кому где-то легло вот внутри, что, ну, у меня было ощущение, что денег вообще как бы нет, и они не для меня. В какой-то момент стало так, что сломалось все, и где-то года полтора я, наверное, еще сидел в непонимании, потому что по-старому я уже не хотел и не мог, а по-новому я еще не научился. И пока не пришло понимание, что важно помогать людям выстраивать свою жизнь, все, оно шло как-то непонятно. Меня не брали на работу, да, хотя у меня там три образования, опыт работы 13 лет, да, и меня никуда не брали. Я уже соглашался на низкие зарплаты, и на низкие даже не брали. Сложно представить, что всего несколько лет назад так думал человек, который сейчас помогает менять жизни людям в разных концах страны. Прибывая в поиске, Игорь наконец пришел к учителю, встреча с которым поменяла весь его дальнейший путь. Пригласили на марафон счастливых возможностей, сказали, что там ты получишь ответы, но так как я на слово не доверяю, что ли, ну, тогда не доверял, сейчас я более такой открытый. Я сказал, что мне нужно познакомиться с тренером, и организатор сказал, что вот здесь на фаре будет тренер, можешь прийти познакомиться. Но этот человек, он за мной ходил, он за мной ходил все три дня. Он меня преследовал, он меня выслеживал, он никак не мог понять, что я. И то, для чего он пришел, он пришел для того, чтобы меня разоблачить, потому что так не бывает. Так не бывает, что я дотрагиваюсь до больного места у человека, и человек вдруг начинает плакать. Или я дотрагиваюсь до больного места и начинаю говорить, что у этого человека происходит. Через какие блоки я сам прошел, вот через какие блоки прошел мой мозг. У меня первое образование инженерное, второе образование у меня финансовое, третье образование у меня, я магистр экономических наук. И вот чтобы мне вот это, спасибо, чтобы мне вот это умище, да, вот чтобы его пробить просто, вот поверьте на слово, это был титанический труд. Наталья Селезнева, московский тренер, психолог, педагог, заслуженный учитель Советского Союза. Она автор нескольких тренингов, среди которых самый популярный марафон счастливых возможностей. На него впервые и попал Игорь. Что происходит в затылке напряжения? Напряжение, потому что ты никак не можешь даже до сих пор на уровне мысли пропустить понимание того, что мужчины, они все-таки хорошие, и нужные, и важные. Дыши, дыши, дыши. И не надо высоко голову держать при мужчинах. Можно просто быть. Быть женщиной. Игорь не мог понять, откуда это, почему это так. И он все привык это делить как-то вот логически. А потом, потом, потом он просто сам начал пробовать. Потому что для того, чтобы это разоблачить, надо пробовать. Он пробовал, он делал, у него начало получаться. Она меня, в общем, как очистила, я не знаю, как это сказать. В общем, почему-то я начал подключаться к людям, чувствовать чужую боль, плакать вместе с ними, как-то агрессия стала выходить тоже вместе, где-то помогать. И спасибо ей за то, что она стала как-то вовлекать в процесс сам проработки. То есть она меня почистила до определенного момента, и уже я стал помогать другим людям. И часто люди даже не видят, какие они красивые. Когда приходят люди, то я не придумываю, насколько они будут там творческими, великолепными. А я вижу их сияние, сияние их души. И то, что мы делаем, такое впечатление, что мы вот как тот бриллиантик, да, вот он за время пользования, он испачкался там, немножко грязеный. Мы чистим этот бриллиантик, бриллиантик души. Душа, она говорит с нами через наше тело. Приходим мы сюда всего за двумя вещами, чтобы научиться любить и быть любимыми. И чтобы позволить себе жить ярко и талантливо. Как ты думаешь, какой мужчина тебя держит? Хороший. Сильный. Сильный? Да, ему можно доверять. Замечательно. Дышите оба. И то, что происходило вокруг нее, меня очень сильно поразило, потому что нигде ранее я этого не видел. Конечно, подавалась эта типа психология, там, еще что-то там. Но я понимал, что это что-то большее, что это больше, чем психология, больше, чем наука. И наука этого не объясняет ничего. Больше это много чего отрицает. Для меня было шоком, если честно, то, что я увидел. Наверное, наш тренинг, он о том, чтобы дать себе дозволение. Выполнить все те обязательства, которые я взяла, приходя в эту жизнь. И получить при этом радость. И получить удовольствие. И создать в этой жизни что-то очень важное. Очень красивое. Наполнить все, что ты делаешь любовью. Любовью к себе, любовью к людям. Не надо себя винить. Перестаньте, люди. Будьте добрее к себе. Вы имеете право на ошибку. Вы имеете право. Дайте себе такое право. Вы имеете право быть неправыми. Дайте себе такое право. Ничего не изменится. От этого не пострадает ваша гордыня и ваше эго. Когда я себе дала такие два права, мне стало намного проще общаться с людьми. Смотрите еще раз, мальчишки. Знакомитесь с девушкой. Смотрите, как она дышит. Простите ее подышать. Нормально, работает. Работает. Докладок. Вот если вот тут не дышит, не берите. Задолбает волей. Наша с тобой задача включить вот тут, вот тут включить наше плодородие. Как быть гармоничным человеком? Это когда я позволяю себе и деньги, и духовность, и радость, и счастье. Все вместе. И. А не одно за счет другого. Я же сама не даю себе возможность быть вот этой яркой. Потому что я не звучу этим, и мне дают только то, что я могу, только то, что я для себя решила, то мне и дадут. Даже деньги, которые мы зарабатываем. Я стою ровно столько в своей голове, сколько я зарабатываю. Твой оклад – это твоя оплата твоего понимания самого себя или самой себя. Прикиньте, я – источник всего происходящего. Примите, что это не судьба злодейка, что это не Петя, Вася, Коля, которые там вас подставили. Я создала это. И когда я говорю, что я нахожусь вот в этой точке А, но мне нужно попасть в эту точку Б, но я почему-то все время прихожу в С. Мое истинное намерение было быть в этой точке С. Я создала эта точка. Делайте упражнение, потому что это самое гениальное упражнение из того, что я знаю. Три ручки. Три. У нее просто руки холодные, вам не обязательно. Представьте себе, что у вас в руках теплый котенок. Вот маленький такой котеночек. Положите вот этого котеночка себе на грудь. Закройте глазки. Теплый котеночек маленький. Лапки мягенькие, крошечные совсем. Мурлыкать начал. Грей, грей, грей это местечко. Грей. А теперь аккуратненько, аккуратненько. Можешь держать котенка, но глазки открой. Вот это тепло твоей души. Натали говорит очень важные вещи про принятие себя. Насколько человек принимает себя, настолько он принимает окружающий мир. И то, что тебя в нем раздражает или тебе не нравится, это твое отражение. И тебе важно принять себя таким, каким ты не принимаешь мир. И после этого уходит напряжение, и ты учишься принимать мир таким, какой он есть. Ну и основная задача это прощение. То есть человек должен прощать, простить себя, прощать людей. И тогда он будет здоров, счастлив. И в общем получится, что ты начнешь сонастраиваться с людьми. И примешь людей, такими, как они есть. Одна из важнейших вещей, которую Игорь усвоил благодаря своему учителю – любовь всего важнее. С нее все начинается, и она все объемлет. Его работа с людьми – это не просто практики, манипуляции, знания и опыт. Подлинный смысл и силу придает им только любовь. Когда Наталиша меня обучала, она говорила такую вещь – не подходи к человеку и не прикасайся к нему до тех пор, пока ты в него не влюбился, пока ты его не полюбил. И как только ты почувствовал, что ты его любишь, тогда уже работай. Если не чувствуешь, тогда сиди, медитируй на него. Я вот на людей по 20-30 минут сидел, там, я тебя люблю, я тебя люблю внутри. И когда появлялась теплота в груди какая-то, я уже после этого только начинал работать. Я говорю, что я ленивый психолог, поэтому я стала читать тело. Игорь ленивее меня. Я могу разбираться, я могу как-то обстоятельно про это еще говорить, а Игорь просто делает. Вот. Он находит, давит и делает. И откровенно говоря, полюбить каждого человека – это прям вот нагрузка такая непомерная для психики. Это очень сложно. И не всегда приходят приятные люди, да? Ну, бывает человек приятен, бывает неприятен. Это, вот это приятие или неприятие человека, оно возникает тогда, когда ты начинаешь себя сравнивать с ним, где ты находишься по отношению к нему. Сравнение навсегда убивает. Мой основной урок, и я так понимаю, что урок, ну, основной урок людей здесь на земле – это прощение и проработка своего эго. Эго – это тот индикатор, который влияет на твою жизнь напрямую. Из-за гордыни ты обижаешься, из-за гордыни ты себя сравниваешь, из-за гордыни ты даже можешь помогать, потому что когда ты помогаешь человеку, ты выше он ниже. Мастер-классы и тренинги Игоря Кима – это не только телесные практики, но также масса практической информации на разные темы. Получив знания сам, он готов делиться ими с теми, кто приходит к нему и призывает к тому же людей. Когда гордыня начинает у тебя подниматься, ты становишься самым умным, ты не закрываешься от новой информации, потому что ты сам все знаешь. Из-за этого ты перестаешь развиваться. Ты начинаешь знания затыкать в себе. Но если ты хочешь реального успеха, делись своими знаниями, даже если ты сисадмин. Ты можешь обучать людей. Ты можешь делиться теми наработками, которые ты уже наработал. Чем бы ты ни занимался, научись делиться этим. И когда ты начнешь делиться, успех будет за тобой ходить. Тема успеха и неуспеха – то, о чем люди спрашивают у Игоря постоянно. Как человек, который прошел через переломное время, он многое может советовать, призывая в очередной раз смотреть вглубь вещей. Люди, которые не принимают себя, ими очень легко манипулировать. У каждого есть свой образ успешного, богатого человека или творческого какого-то. И ты говоришь, ты знаешь, что ты что-то неуспешен. И человек начинает говорить, я неуспешен. Смотри, у меня дом какой, квартира, работа у меня какая хорошая. И он начинает тебе доказывать. Или ты говоришь, ой, какой ты злой. И человек, я злой, смотри, какой я добрый. Я помог вот ему, ему. Хочешь, тебе помогут? Да, конечно, хочу помоги. И поэтому есть такое понятие, как самодостаточный человек. Самодостаточный человек – это тот, который принял себя в любых своих проявлениях. Это человек, который ничего не доказывает. Этот человек знает, что его любят, и он любим, и что любит он. Чтобы человеку перестать сравнивать себя с другими, отказаться от необходимости что-то доказывать, Игорь предлагает вернуться к теме эмоциональных блоков, которые следует убрать из тела, чтобы освободить место для чего-то созидательного. И все говорят о психосоматике, о настрое, о позитивном мышлении, да? Но почему-то не у всех же это получается. Ты знаешь, что нужно быть позитивным, но ты даже можешь проводить какие-то аффирмации, но они почему-то такого эффекта не имеют. Потому что у тебя есть информационное поле, эмоциональное поле твое, и на нем есть определенная негативная информация, которую ты наговорил про себя, которую накидали родители, социум, друзья, подруги, в общем все, да? И ты поверх вот этого негатива хочешь накидать позитив. И вот это позитивное мышление твое должно быть больше, чем негатива, и тогда это будет работать в какой-то момент. В общем, это тоже достаточно длительный процесс. И очень важно вытащить эмоциональные блоки, вот эти негативные, и потом уже ты можешь читать письма, проговаривать аффирмации, писать письма прощения, и прощение будет совершенно другое. Потому что невозможно думать позитивно или заставлять себя позитивно, если у тебя очень много обид внутри. Упомянутые Игорем письма прощения – один из эффективных способов вытаскивать из себя обиды и закреплять результат. Писать их следует ежедневно на протяжении 40 дней. Отдельно каждому человеку, включая себя. Очень важно начать с прощения. Прощение – это основа всех религий. Прощение – это основа всех эзотерических практик. И через прощение ты начинаешь принимать мир таким, какой он есть. Ты начинаешь принимать людей. Ты перестаёшь на них обижаться. Ты перестаёшь на них проявлять в их сторону агрессию, потому что ты себя таким принял. Всё, что ты не принимаешь в человеке, ты типа принимаешь в себе. Как рассказывает Игорь, существуют различные побочные эффекты после освобождения от эмоциональных блоков. Состояние меняется не только внутри. Снаружи также происходят трансформации. Решаются давно беспокоящие вопросы и ситуации. Человек начинает словно вычищать собственную территорию. Ощущение, как будто у тебя 10 гектар земли, а ты живешь уже 20 лет на одной сотке. Если ты смотришь, там кто-то туалет построил, здесь баран кто-то пасет, и ты начнешь эту всю шушу ругнать в своей территории. Вот охранять свою территорию, это вот просто сам Бог велел. Вот садиться себе на шею и срать себе на голову нельзя позволять никому. Вот почему вот с шейным мастихандрозом люди всем помогают, да? Потому что это нехватка любви, и ты потом признание с них выбиваешь. Я вот тебе помог, я же хороший, и тебе я помог, я хороший, и тебе ты получаешь определенный зачет из-за этого. И все из-за того, что ты просто недолюблен. Все из-за того, что ты просто в семье не обнимаешься со своими родителями, не обнимаешься со своими детьми. Отношения с близкими людьми и противоположным полом – особая территория в мастер-классах Игоря. Потому что приходят с разными. Семейные дела там. В основном, знаете, вот очень часто взаимоотношения мама-дочь, мама-сын. Муж-жена редко, ну, как бы реже, потому что там нет как бы такого осознанного, что ли, напряжения меньше. А вот дочь и мать, конфликты, очень часто мать не отпускает свою дочь в плавание свободное, и она ее держит, и Таня может выйти замуж, и, в общем, это вот накладывает свой отпечаток. Часто Игорь Ким проводит отдельные тренинги именно для девушек. Видимо, мужчинам сложнее признаваться, что у них проблемы в личной жизни. Осознание очень важно. Потому что если ты не проходишь урок, он повторяется. И каждый раз он повторяется все сильнее и сильнее. Если ты попал в какую-то ситуацию в отношениях, если ты ее не пережил, не прошел и не решил его сегодня с этим партнером, то завтра ты идешь, найдешь другую девушку и будешь проходить те же самые уроки. И так люди некоторые проходят этих уроков одни и те же и не могут понять, почему именно такие женщины попадаются. Или девушки попадаются, именно такие парни, и их отношения никак не меняются. Хотя, казалось бы, человек этого избегает. Мысль о том, что большинство жизненных проблем у нас случаются из-за телесных блоков, находит подтверждение даже в таких вопросах, как замужество и деторождение. Ой, это сейчас все же хотят выйти замуж. Единственное, потом, когда выходят замуж, не знаю, что с этим делать. Я не знаю, я помогаю, не помогаю выйти замуж, но есть моменты, когда прям они берут и почему-то выходят замуж после, ну, как-то сразу быстро. Даже вот когда мы снимали «Для нашей правды» вот эту передачу, там была Полина, она потом сразу и курить бросила, и замуж вышла. И сейчас она уже родила, по-моему, уже. Потом с бесплодием иногда приходят. Ну, как с бесплодием? Когда вот бывает у женщин, все нормально, а почему-то она не может родить, да? И когда блоки снимаешь эмоциональные, она, ну, как бы рожает спокойно. Такого нету, что там патологии сплошные, там раз ты там что-то там сделай, там вдруг чудо она там родила. Если есть, ну, как бы, если физиологически она способна, то… Не менее актуальный вопрос – финансы. Об этом Игорь также знает неискник. Все его примеры из жизни. И когда вот, знаете, пришло понимание, что вот надо заниматься вот с людьми, вести тренинги, проводить индивидуальные сессии, вот как я только решил, и вопрос с деньгами он начал потихоньку как-то сдвигаться. И у меня такое было свое откровение, что количество денег зависит от количества эго твоего внутри. И чем больше у тебя внутри эго, тем меньше денег. Я не верю в духовность без денег, честно. Человек должен быть гармоничный духовный. Вот аскетизм не чужд, и я его не понимаю. Сразу вот говорю, потому что бывают люди, когда избегают реальности, они уходят в духовный. Я духовный очень человек, и поэтому мне деньги не нужны. Ну, неправда. И недавно я услышал фразу, что такое деньги. Я вот сейчас с вами делюсь, это как такое, наверное, исповедь перед вами сегодня. Деньги – это мерило, добра, которого ты несешь, принес в мир. Это мерило того, сколько ты оказал услуг и помог людям. Если так относиться к деньгам, то очень важно их любить, и чтобы было у тебя их много. И очень важно оказывать качественные услуги, и очень важно оказывать, ну, помогать людьми, наносить им непоправимую пользу. Зачастую люди программируют себя и окружающую их действительность на сложности, в том числе финансовые. Важно жить в доверии вселенной, что ты живешь в безопасности, что твоя семья в безопасности. Потому что то, что ты говоришь или думаешь сейчас, это программа на ближайшие 40 дней. И очень важно следить за своими мыслями, следить за своими словами. Если ты один раз сказал, там денег нет, то денег не будет в течение 40 дней. На 20-й день ты говоришь, я же говорил, денег нет, и еще 40 дней. И поэтому из этого цикла люди не могут выйти. И очень важно внутри сначала себя перестроить на позитив, перестроить на то, что вселенное изобильное, и в это важно поверить. И тогда ты будешь видеть очень много возможностей для бизнеса, для роста своего личностного и для духовного роста. Поэтому очень важно, когда ты вот такие плохие мысли, там денег нет, там, ой, упадет, ой, заболеет, ты говоришь себе, убираем программу, мои дети здоровы и счастливы, убираем программу, мои деньги в пути. Сосчитать, скольким людям он помог избавиться от телесных и жизненных блоков, Игорь не сможет, пожалуй, сам. Счет идет на сотни, если не тысячи. Поток людей к нему на фестивале Форе не прекращался все три дня. Я подошла, мы начали разбирать мои проблемы, то есть ничего не говорила, ничего не рассказывала о своей личной жизни или о жизни, в принципе, о детстве. Но то, что мне сказал человек, который помогал, у меня нашло очень яркий отклик. Надо себя любить, надо себя уважать, а к этому можно прийти только, когда ты ценишь то, что у тебя внутри. Отсюда люди действительно выходят счастливые. Даже если не счастливые, им легче. Да, я смеялся. Просто мне было смешно. Это очевидец? Да. В какой-то момент, хоп, глаза открываю, и как будто бы краски стали ярче, что ли. Эмоции, вот как будто вытаскиваешь их из каких-то частей мозга. И орал, и плакал, и прям мощь. Давай. Видишь, сейчас они все вместе ее греют, работают. Давай, иди сюда. Ну-ка, дай, обними его. Вот так. Иди сюда. Пойдем. Не-не, вот так. Теперь его давай вот так. Вот, отогрейте чуть-чуть. Вот бутерброд. После встречи с Игорем, да я себе, я начала себя любить. Сними маску, говорит, я хорошенькая. Говорит, будь такой какая-то есть, говорит, не обязательно, чтобы тобой все были довольны. Я перестала всем угождать. Стала жить своей жизнью искренне. В какой-то степени повлияло на мое эмоциональное состояние, прям кардинально. И вот в этом году еще раз решила попробовать встретиться. Я почувствовал после этого очень большую свободу, которая просто расширила мое сознание. Она дала мне возможность дышать свободно. Это правильно он назвал этот тренинг, эмоциональная свобода. Свобода, в первую очередь, свобода думать. Агрессия – это не отданная любовь. Чем больше любви ты будешь человеку передавать, тем меньше агрессии у тебя будет. Потому что когда любовь киснет, она превращается в агрессию. И вот когда блоки выходят, да, вот все, что она недосмеяла, она будет выходить. И у меня, говорю, случай был, что женщина смеялась 40 минут. У нее капилляры полопались вот до сюда. Вот все лицо, шея. Она на одной ноте ржала прям 40 минут. Если честно, после тренинга, как многие говорят, легкость. У меня такого не было. У меня напрягивает загруженность непонятного, мысли какие-то. У меня работа была, мне любимая, скажем, которая работала без исходности. Буквально через неделю мне звонят с банка, с моей банки работы, в котором я хотела бы там работать, но я туда не попала. Грубо говоря, через две с половиной недели ровно я выхожу на новую работу. К жизни относишься как-то иначе. То есть, если раньше я там, обид было больше как-то. Ну, я сам по себе человек такой психованный. Сейчас я знаю, что надо дышать, дышать, и будет все хорошо. Просто подошла без никаких мыслей, не думала, что так меня это все тронет. Было больно, и после вот этого такое эмоциональное освобождение. Просто, просто кайф. А что вы чувствуете сейчас? Я чувствую легкость, как будто я заново родилась. Огромное спасибо, мне очень понравилось. Это действительно работает. Мы начали этот фильм с фразы Натальи Селезневой, что Игорь выбрал непростое занятие – быть волшебником. И по убеждению многих людей, прошедших через его руки и сердце, это совершенно не преувеличение. Игорю особое признание, особый привет, особое уважение только потому, что он выбрал это делать. И он это делает с любовью, и он это делает самозабвенно, и с великой большой страстью – помогать людям. И он выбрал быть волшебником. И он отдает себя полностью. Я ценю трудолюбие в людях, я очень ценю заботу о людях, и я ценю тот прогресс, и то желание двигаться вперед, и учиться, и работать. Ты понимаешь, что такое любить людей, любовь, созидание, сочувствие, сострадание к людям. Это совершенно какой-то другой уровень, и этому не учат ни в школе, ни в университете. В тренингах важно не заигрываться, ни в моих, ни в чужих. Сейчас очень много людей, которые бегают из тренинга в тренинг, от мастера к мастеру. Но приходят моменты такие, когда важно уже действовать на чай. Неутомим в своих действиях и сам Игорь. Тренинги в разных уголках страны, мастер-классы, индивидуальные сеансы, съемки в передачах и активность в социальных сетях. Также он убежден, что его пример не уникальный. Множество людей готовы вставать на путь человека, совершающего чудеса в своих и чужих жизнях. Подтверждает эти слова и Наталья Селезнева. Абсолютно каждый человек может быть волшебником, потому что вы и я, мы дети природы. И когда мы находимся в гармонии с собой, с природой, то для нас открывается та же самая интуиция, то же самое ощущение. Мы становимся гармоничны с этим миром. Мы можем создавать счастье, мы можем создавать гармонию всего-всего мира. В общем, нам еще и работать, и работать, и людей будет становиться все больше и больше таких, как мы, таких, как вы. Сейчас земля меняет вибрации свои, да, и вибрации повышаются. Я рад, что людей становится с каждым днем все больше и больше, которые задумываются о своем эмоциональном, психическом здоровье. Потому что я вам честно скажу, когда вы научитесь в людях вот немного это видеть, вы выйдете в город и вы удивитесь. Вот я каждый раз смотрю, я понимаю, что у меня работало очень-очень много. Я вот на всю жизнь трудоустроился, честно. Работайте с людьми, и у вас будет нескончаемый поток людей, энергии, творческих планов. Они начнут исполняться. Работайте с людьми, и у вас будет нескольких планов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова